приветствую вас дорогие мои зрители кто не любит чтобы сад был в цвету и как можно меньше с ним хлопот посадите многолетнее растение впереди вы видели клематис это цветет вигела она у меня только первый год поэтому кустик ну совсем небольшой но зато какое красивое яркое пятно особенно вот как у меня на газоне гвоздика многолетняя замечательно смотрится почвопокровное растение высотой до 40 сантиметров бывает и есть несколько разновидностей розовая красная белая у меня слегка розоватая размножается делением куста прекрасное растение лук шнит это декоративный лук хотя можно использовать головки красивые яркие но цветут только в начале июня и потом необходимо обрывать их после высыхания также размножаются делением куста у меня есть фильм довольно таки хорошо хорошо приживаются высота где-то 30 сантиметров ну а это шикарный многолетний маг после яркого цветения вы просто обрезаете кусты и место освобождается но яркое цветение конечно красиво в саду а это ирисы кто не любит ирисы и сколько их разновидности у меня их не так много вначале зацветают ранние низкорослые потом вот эти но все абсолютно разновидности в саду не поместишь поэтому у меня такая небольшая поляночка размножаются делением кустам пробуйте но вот эти ирисы у меня появились недавно я в прошлом году купила луковицы и вот первый год такое необычное цветение ирисов и листья у них немного отличные от обыкновенных ирисов но это садовая герань растение красивая совершенно совершенно неприхотливая цветет вот такими яркими фиолетовыми огоньками и видите что и листья очень красивые и любит затененное место высота до 40 50 сантиметров ну а там дальше хвост и как без хвост хвост и у меня уже в начале июня начинают зацветать но самые самые низкорослые делением куста можно размножить и герань лесную и также и хвост и перед вами красивые листья медуницы цветет она весной ну а вся красота конечно в листьях и за медуницей находится куст брунеры тоже весьма интересное декоративное растение посадите в полу тени и несколько лет вы будете получать удовольствие от этих ярких красивых сочных листьев цветение весенние и у медуницы и у брунеры но обязательно полутень и хороший полив как видите у меня здесь полутень на первом плане на переднем орех пекан и его ажурная листва все покрывает и конечно началось цветение роз это только первые первые розы а сейчас когда я записываю фильм розы уже вовсю цветут и благоухают и каких только нет разновидностей розы украшения сада с конца весны и до самых морозов и конечно конечно обязателен уход за ним последнее время на розы напала грибковое заболевание я их лечу посмотрите фильм но как не радоваться и как не помочь этим красавицам пионы в начале июня уже практически отходят но какие же они красивые и какие они нежные издают замечательный аромат о том как ухаживать за пионами у меня тоже есть фильм обязательно обязательно посмотрите солнечное яркое пятно саду это вербейник замечательное многолетнее растение совершенно неприхотливые как вы заметили у меня нет растений с которыми надо мучиться у меня растения от которых радости сходит при взгляде на них делением куста запросто можете размножить после оцветания просто срезаете это гортензия здесь она только начинает цвести это запись конца мая но уже в начале июня она очень красиво посмотрите вот эти кадры как ухаживать за гортензией давайте удобрения ей подкармливаете замоченным ржаным хлебом и обязательно поливайте и тогда вот эти шапки будут огромнейшими ну а это василек садовый имейте ввиду что это агрессор так что ставьте ограничение к тому месту где он растет а это супер растение жимолась каприфоль замечательно цветущие вьющиеся растения а знакома ли вам ясколка цветет она только в начале июня и конечно розы 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 весь сад у меня в розах и вьющиеся и низкорослые бордюрные все возможные поэтому советую сажать розы и 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 Субтитры подогнал «Симон»!